Добрый день, в эфире новости в студии Джанул Мрзаду и Шенбекова. В делу начато досудебное производство. Именно он рассматривал представление замначальника ГСН под номером 24, в котором содержалась просьба освободить Батукаева от неотбытого наказания в виде 8 лет, 3 месяцев, 7 дней. Судья Ерматов принял положительное решение на основании медицинского заключения о смертельной болезни криминального авторитета. Кроме того, необходимо отметить, что представление об освобождении Батукаева подписано не самим начальником учреждения, а исполняющим обязанности заместителя начальника, то есть ненадлежащим лицом. В свою очередь, судья в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской республики, не должен был принимать в свою производство данный материал. Также, согласно законодательству, представление в суд имел право вносить только начальник учреждения. Материалы в отношении бывшего судья Нарынского городского суда по признакам статей 335, ч. 1, это вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта, 319, ч. 1, статья о коррупции, зарегистрировано в ЕРПП и проведение досудебного производства поручено Следственной службой МВД Кыргызской республики. А вот еще одна фигуранка этого дела, экс-министр здравоохранения Динара Сагенбаева, отпущена из СИЗО под домашний арест. 15 мая ее арестовали и заключили под стражу. Однако адвокаты внесли ходатайство о смене меры пресечения и накануне вечером Первомайский районный суд его удовлетворил. Дело по незаконному освобождению Азиза Батукаева возобновили в апреле и с тех пор привлечены по этому делу и содержатся в СИЗО. Врач-онколог Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цопова, бывший советник председателя ГСИН Колыбек Качканалиев, экс-вице-премьер Шамиля Таханов и начальник центральной больницы колонии номер 47 Фархад Атаходжаев. Под домашним арестом находятся бывший начальник медицинского управления ГСИН Акаубек Асанов и врач Минздрава Канат Бектемиров. Готовые проекты – необходимые деньги, но из-за нерасторопных и некомпетентных чиновников не реализуется эта работа, позволившая бы жителям получить доступ к чистой питьевой воде. На форуме «Чистая вода для регионов» президент Соран Байджиен Беков сегодня назвал несколько областей и городов, местная администрация которых упустила инвестиции. По его словам, МСУ, министерства и муниципалитеты затягивали с решением по этим проектам, другие и вовсе вовремя не осваивали полученные от доноров средства. Доказательства он привел в несколько городов и назвал конкретные министерства, из-за нерасторопности которых доступ к воде кыргызстанцы, нуждающиеся в ней, не получили. Некоторые министерства и ведомства необоснованно затягивали сроки рассмотрения материалов по этому вопросу. Кроме того, многие мэрии и городов не осваивают своевременно средства, выделенные донорами. Органы местного самоуправления Джаалабада необоснованно отклонили решение городского кинеша прошлого созыва, не принимая конкретного решения по вопросу, следует ли брать средства, выделяемые донорами. Они на 8 месяцев затянули сроки привлечения инвестиций второго этапа. А мэрия Узгена проявила халатность, не освоив до сегодняшнего дня ни одного сумма из 11 миллионов евро, привлеченных в 2017 году. Во время моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в июне 2018 года решен вопрос о предоставлении 100 миллионов долларов в виде гранта. Но до сегодняшнего дня со стороны Министерства экономики не проводятся соответствующие действия по привлечению средств. Ситуация в мире уже к 2025 году приведет к тому, что практически половина населения мира будет вынуждена жить на территориях, где будет ощущаться нехватка чистой воды, продолжил глава государства, выступая на форуме «Чистая вода для регионов». Для борьбы с этой бедой создаются различные финансовые фонды. Соседние страны Казахстан, Узбекистан, Таджикистан сумели разработать такие проекты, на реализацию которых получили миллионы и даже миллиарды долларов. Кыргызстан не получил одобрения ни по одному проекту. А все потому, заключил президент, что ответственное за это направление агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству работает крайне плохо. А между тем, национальная стратегия развития страны приоритетным направлением определила вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. Из республиканского бюджета в прошлом году выделили 250 миллионов сомов. Крупные суммы для водообеспечения предоставляют международные доноры. Перед правительством стоит задача до 2023 года на 100% обеспечить населенные пункты страны чистой питьевой водой. На сегодня в рамках проекта «Тазасум» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития Евросоюза и Швейцарской конфедерации в 20 городах республики реализуются крупные проекты на 11,2 миллиарда сомов. Более 60% средств предоставляется в виде гранта, а остальные в виде кредита на 15 лет с низкими процентными ставками. С 2019 года планируется начать привлечение инвестиций со стороны ЕБР, ЕС и правительства Швейцарии не только для городов, но и для сельской местности. В ближайшие 5 лет планируется строительство систем водоснабжения в 369 селах, где их прежде не было. Депутат Айтмамат Назаров покидает Джогур-Кукинеш. Парламентарий решил сдать мандат с тем, чтобы перейти в правительство. Об этом он заявил сам сегодня на заседании Джогур-Кукинеша. По его словам, накануне с одобрения премьер-министра его назначили главой национального энергетического холдинга. Назаров отметил, что этот объект является проблемным. По его работе звучит много критики. Новый руководитель отметил, что собирается привлекать специалистов, чтобы в течение года вывести отрасль из убытков, вовремя выплачивать долги по внешним займам, оптимизировать штаты и расходы в отрасли, цифровизировать работу по учету и продаже электроэнергии, а также в краткие сроки начать работу по вводу дополнительных мощностей. Почему лошади были по 14 тысяч евро за штуку и зачем вахтеру стул за 100 тысяч сомов? ГКНБ закончил расследование по выявленным коррупционным проявлениям при ремонте исторического музея и направил материалы дела в Генеральную прокуратуру для передачи в суд. В прошлом году по фактам незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования, было возбуждено уголовное дело. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов. Обвинения по этому делу предъявили экс-премьеру Сапару Исакову, экс-заведующий отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мири Корыбаевой, бывшему замглавы Гостроя Алмазбеку Абдекарову и нескольким другим чиновникам. Требовало денежное поощрение за положительное решение по вопросу финансирования тендера, задержанная сотрудница Центра образования Октябрьского района столицы. ГКНБ отследили женщину и с поличным взяли чиновницу. Сумма 15 тысяч сомов. По обвинению в вымогательстве задержанную заключили в СИЗО ГКНБ. Главное – заработать на гражданах. Такую цель преследует мэрия столицы. Муниципалитет, напомним, намерен ввести плату за оставление автомобиля практически по всему периметру города в размере до 30 сомов в час. По их подсчетам, введение платы за парковку принесет бюджету города 100 миллионов сомов в год. Пилотный проект на улице Шопокова показал доходный результат. Только на участке этой улицы в центре города за год удается взимать 2,5 миллиона с автовладельцев. Столицу, напомним, предлагается разделить на 4 зоны, от которых и будет зависеть оплата. А вот где останутся бесплатные участки, где можно будет оставить авто, не сообщается. Всего в городе имеется 10,5 тысяч парковочных мест, при том, что ежедневно в город соезжает около 400 тысяч машин. Никчемная кадровая политика и полный бардак. Депутаты вслед за Советом безопасности раскритиковали Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. На заседании парламента депутат Улубек Ормонов возмутился тем, что Кыргызстан на специальной конференции в Женеве представлял человек, работающий водителем начальника этой службы. Кроме того, по его данным, нештатный сотрудник 8 раз ездил в заграничные командировки за бюджетные средства. По итогам аудита, который провела в этом агентстве счетная палата, выяснилось, что 15 миллионов сомов были потрачены не по назначению. Ранее, напомним, Совет безопасности сообщал, что на землях лесных хозяйств, которые находятся в ведении Госагентства лесного хозяйства, незаконно были построены зоны отдыха и жилые дома. Директором этой службы является Абдекалык Рустамов. Две летние машины, которые стоят на службе сил воздушной обороны, нуждаются в ремонте. По данным командования, на капитальное техническое обслуживание требуется 2,5 миллиона долларов. Это два борта Ми-8 МТВ. Средства на капремонт вертолетов не выделены. Продолжить работу на них будет возможно только после проведения починки. В СВО отметили, что как только деньги будут найдены, по тендеру закупят необходимые детали. Вертолеты смогут отлетать еще порядка двух тысяч полетных часов или эксплуатироваться примерно 10 лет. Ранее сообщалось, что вертолеты СВО выработали свой эксплуатационный срок еще в апреле прошлого года. Это Ми-8, Ми-8 МТВ и Ми-24. Однако, несмотря на это, их продолжали использовать для поисково-спасательных операций по запросам Турфирм. В июле прошлого года Ми-8 МТВ потерпел крушение на площадке Южный Энельчек. На его борту находились иностранные туристы. Никто не погиб. Вертолет восстановлению не подлежит. Картофель и яблоки разрешили ввозить в Казахстан. Накануне Министерство сельского хозяйства отменило запрет на ввоз семян и корнеплодов по употреблению на территории республики. Завести овощи и фрукты наши предприниматели не могли с 19 февраля. Тогда казахская сторона заявила, что вводит карантинные фитосанитарные меры из-за обнаружения в плодах таких карантинных объектов, как червец Комстока, золотистая картофельная нематода. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.